здравствуйте дорогие друзья с вами канал максимадзе и сегодня я представляю вашему вниманию телефон nokia 1680 ну или полное название 1680 classic что это за телефон вышел телефон в 2008 году и работает на платформе series 40 у меня есть несколько таких моделей тоже который на платформе series 40 это c102 и 2220 2220 кстати на вот этот больше похож по функционалу я на него уже обзор делал но надо бы его на самом деле переснять потому что как-то там камеры трясущейся было еще такое переделать бы надо по функционалу он очень-очень даже похож так в эти внешние по посмотрим дизайн довольно таки приятный кстати сорян если так темно яркость на камере пришлось меньше потому что на экране ничего не видно экран телефона передняя сторона здесь у нас экранчик 18 дюйма разрешением 128 на 160 пикселей сверху надпись nokia динамик разговорный кнопочки здесь резиновые слитные цифровые клавиши вызов сброс функциональный клавиш сверху на вики здесь пластиковые такой глянцевый центр нажимаете лево вправо вверх вниз сзади находится камера на 0 3 мегапикселя зеркальце для того чтобы сделать селфи опять же надпись nokia задняя крышка микрофон микрофон ой это динамик динамик извините динамик достаточно громкий снизу находится микрофон левая сторона без дополнений ну вот здесь вот находится выемка для шнурка справа находится наши разъемы это разъем 2 миллиметра под зарядку разъем под сервисный кабель и разъем два с половиной миллиметра под наушники да да не три с половиной а два с половиной миллиметра гарнитура кстати в комплекте не идет как и странно и наушников кстати таких я вообще никогда не видел такие же разъемы у нас на других моделях многих есть например вот вот например nokia 1208 который работает на series 30 более простой телефон чем этот series 30 это серия простейших мобилок от nokia бюджетных день не файлового менеджера ничего так как такового нет особо есть тоже такие же самые разъемы сервисный кабель это что такое за кабель приходишь в сервисный центр там топ и перепрошить телефон или что-то закачать там у него приходишь сервисный центр там у работников работники берут специальный кабель или пользуются так сказать прошивают или что-то закачивать такой кабель купить и было нельзя только в сервисных центров такой камп такой кабель был однако сейчас я заметил что такие кабеля сейчас продаются на алиэкспрессе и если они будут работать с телефона то это очень даже будет круто series 40 это модель у нас но модель модель относится к бюджетному классу поскольку телефон довольно таки простой классический моноблок полностью сделан из пластика достаточно качественного сборка очень хорошая новая здесь продолжена немножко поскрипывает давайте так телефон на весь телефон довольно легкий очень легкий 72 грамма мои весы взвесили экран как я уже сказал что 2860 тфт 65 тысяч светов отображает gsm 900 1800 стандарт связи у него есть доступ в интернет в об 2 0 gprs и edge nfc конечно же тут нет какой тут nfc чё прикаловаться-то встроенной памяти в телефоне всего лишь 11 мегабайт поддержки карты памяти нету также нет bluetooth а ну и собственно так такой разъем нет подключения компьютеру изначального и вот возникает такой вопрос как же тогда делиться файлами как же тогда передавать файлы на этот телефон или с этого телефона только через ммс ммс это такое сообщение в котором передают видео фотку музыку или чего-нибудь еще такое но по крайней мере сейчас чтобы это ммс работала надо подключать какие-то там услуги и в общем париться с этими не хочу в общем простой телефончик на котором на который передавать файлы большая проблема но как-то люди и с этим жили до памяти память то есть только встроенная она не расширяется память на тысячу контактов рассчитана давайте откроем крышку заднюю аккумулятор здесь родной стоит nokia bl5 c a на 700 миллиампер где-то неделю должен продержать в режиме чуть чуть больше может быть даже в режиме ожидания и где-то до 6 часов режиме разговора здесь находятся всякие наклейки и разъем под sim карту она всего здесь одна обычная sim карта мини sim давайте вставим все назад такой телефон был моей бабушки а еще у одного двоюродного дита такой был я помню я даже пользовался таки я помню я даже пользовался бабушкиным экземпляром когда он уже был и не нужен а потом потеряли фиг знает где конечно зарядка здесь от него выглядит вот так с тонким штекером классическая зарядка от nokia ну и давайте наконец-то его включим включается он к по традиции красной кнопкой фирменное приветствие от nokia и после изучения аккумулятора нас попросят ввести дату и время такое чувство что на камере стало темнее извиняюсь за это может быть видео редакторы сделал поярче так время у нас 14 11 и дата 27 08 2021 ну и собственно на главном экране у нас здесь оператор дата и время состояние аккумулятора состояние сети здесь у нас левая кнопка актив имена ну то есть контакты конечно все это можно настроить можно выбрать свои задачи актив то быстро так сказать меню каждую клавишу на вике можно назначить функцию отдельно например вот влево включается камера у меня камера на 0 3 мегапикселя разрешением максимальное разрешение фотографии 640 на 480 видео я на него кстати еще не записывал сейчас мы это сделаем ой какой громкий звук то блин ну в принципе качество достаточно в принципе чтобы сделать какой-то памятный снимок давайте снимем видео переключаем на видео господи как громко короче здравствуйте дорогие друзья очень короткое видео видите сколько тут секунды осталось видимо память заполнена хотя там ничего хотя там только встроенные файлы есть ну давайте посмотрим записывает пример формате 3gp примерно так же как всякие сименс и например например вот m65 пример он тоже видео 3gp записывает там до 30 секунд всего лишь ну и примерно такое же качество там экрана здесь трансфер эффективный то есть он не когда полностью включается подсветка он до конца не тухнет и можно увидеть всю информацию на солнце видно не так конечно хорошо как на сименсах на этих но тем не менее что то видно по традиции разблокируется заблокируется он на центр и звездочка решетка выключает включает звук вниз нажимаем открываются контакты можно все настроить право календарь вверх режимы сходи по камере еще можно сказать что есть зумка не конечно ночной режим есть авто таймер настройках что качество изображение может ставить у нас максимальная стоит так ну и клавиша середине нас выводит в главное меню вызовы это последние вызовы наши меню здесь довольно таки стильная иконки здесь выглядят точно так же как на на nokia 1208 сейчас покажу и кстати говоря даже не только не только ну и в принципе да он даже сходство есть конечно небольшие вот кнопки вызов и сброс очень похожи и вот эти тоже кстати кнопки здесь у нас в меню есть сообщения контакты журнал вызов настроечки галерея мультимедиа органайзер приложение интернет ну и меню сим-карты сообщениях поддерживаются sms и ммс конечно же ходящий почтовый ящик отчета доставки чат есть который уже давно не рабу который к сожалению уже давно не работает голосовые сообщения ну и так далее контакты мы уже и видели все тут можно тоже настраивать перемещать копировать журнал мы уже смотрели там вызовы последние неотвеченные принятые очистить можно и так далее настройки настройках есть режимы каждый режим можно настраивать можно на время ставить от режима в полете здесь нет темы темы мы посмотрим чуть позже сигналы тип сигнала обычный нарастающий одинарный короткий без звука сигнал вызова какой давайте откроем галерею посмотрю какие тут есть рингтоны встроенных рингтонов здесь у нас много то есть 33 27 рингтонов на звонок и другие там сигналы вон еще шесть штук давайте посмотрим что тут интересное есть такой же звук есть на 1208 медийная мелодия полифония здесь такая вот такая мелодия на некоторых nokia series 3 здесь 1202 1280 но на 1208 нет ну не такая уж плохая полифония шопен громкий зашибись какой что еще интересного есть мне кажется что полифония вот на вот этих nokia немножко получше что еще есть интересно nokia ой аж в ушах звенит а а а это тоже на 12 на 12 а а а а а а а а но а а а а в моем экземпляре кстати который вот у меня был там бомбом 28 было рингтонов причем вот я помню что я помню что там был рингтон комбо с и которого тут нет который зато был на 12 08 а вот мелодии осол по-моему не было но сигнала это всегда сигналы календаря всякого будильника громкие вообще очень громкий сообщение сигналы а это не то и не надо ничего сохранять дисплей тему конечно можно экранную заставку но цвет часы чтобы были экономия энергии если ее включить то экран будет тухнуть полностью в режиме ожидания логотип оператора все такое дата и время ссылки подключение если был в bluetooth он был бы вот здесь кстати у этой модели есть также некоторые аналоги например nokia 2630 вот я знаю такой но он по функционалу немного получше дизайн как где лучше не знаю мне больше нравится вот этот но там по функционалам был лучше там есть радио при фм радио и bluetooth но он отличается встроенными играми на больше по моему ничем телефон аксессуары конфигурации ну и восстановить настройки галерея фотки которые мы фотали видео мы уже снимали музыки нету темы давайте тему посмотрим здесь всего три встроенных темы хотя сайт это самое mobile review говорил что там 7 встроенных темного моем экземпляре только три и и в том моем экземпляре еще давно только же помню было только три но не знаю это на ваш вкус не знаю это тема у меня не так сильно нравится давайте вторую посмотрим дан дали он но вот это уже более красивая тема графика здесь у нас всякие картинки фоновые рисунки заставка ничего почему-то нет такие вот картинки можно на рабочий стол ставить ухты нифига себе комнаты какая-то даже ну и так далее сигналы мы уже посмотрели записи которые на диктофон записываются диктофон мы еще посмотрим о батарейка-то садится уже мультимедиа камеру мы смотрели уже диктофон максимум одну минуту но может записывать сразу и мы записываем тут короче на диктофон nokia 1680 так это органайзер будильник один вроде бы можно только будильник поставить дела заметки календарь калькулятор таймер секундомер так это интернет интернете уже говорил какой тут есть я в него не заходил ну и последнее что нас интересует это игры и коллекция в коллекции у нас приложение это каталоги и тоже в интернет заходишь конвертер величин всяких и менеджер расходов вот игры игры встроенных здесь четыре штуки galaxy balls микки сворлд снэйк x2 ну куда же без змейки то на ноке и судаку в более ранних версиях этой модели вместо судаку была игра гламур пинбол какая из них лучший я не знаю гламур пинбол я не играл давайте посмотрим каждую игру по очереди galaxy balls похожая игра кстати есть на nokia 1208 называется на ней тролл парк давайте сравним даже мои рекорды за полтана за почти полтора часа 4 482 очка набрал вчера ну давай выходи я же нажимаю на кнопку и дубли до телефон тупит конечно немножко раздражает это дело новая игра вот здесь то здесь такой же самый но это типа тетрис в 1208 точно так же игра есть короче ставим надо три в ряд одинаковых цвета чтобы было именно в ряд можно по диагонали конечно еще ставить ах неправильно поставил а не но по-другому нельзя было тут здесь переворачивать нельзя может только цвета менять ну и короче если башни заполнится полностью игра закончится бонусы всякие конечно что же есть но и так далее михис ворлду более интересная игра обычная игра призовая игра призовая игра сначала будет недоступна на разблокируется после того как мы соберем все монетки в обычной игре все 55 монет игра причем еще и на русском языке до медленно немножко работает мель медленнее чем на c102 например у меня там была такая игра точнее она есть сам закачал она там не встроенная помню я такую игру проходил она вообще легкая по проходимости то да и вот с этим вот злодеем нам надо будет в этой игре бороться победить потом будет вторая часть где надо вот с тем бороться будет капец какая она писклявая блин ну короче беги прыгаем тут по облачкам прыгаем на верхушку освобождаем птичек доходим до самого верха там птичек спасаем и побеждаем вот это вот злодея розового потом будет вторая часть месть микки сворл 2 где надо будет победить того злодея который то тоже тоже украл крону и там в конце этот микки я так понимаю зовут его приносит корону самок королевы это я так понимаю но его туда не пускают и там и там пишут что будет третья часть микки сворл 3 но она но она так и не была выпущена почему-то на снэйк x2 она очень похожа на ту змейку которая была на ноги на nokia series 30 но там она мне кажется немножко покрасивее то что там локации немного по-разному выглядит а здесь здесь видите что вот такая вот змейка но так в принципе такой же также направляем змейку берем еду можно но есть язык зато которого не было в нокии series 30 до здесь есть и плохие бонусы и он например добавилось препятствия такого не было в маке который series 30 ну и последний играет а судуку точно такая же судуку есть и на некоторых к серии с 30 например nokia 101 nokia 105 там такая же точно была судуку ну короче ой не не тут цифру поставил здесь у нас четверки не хватает так четверки здесь быть не может двойкам может быть двойкам может быть проверим да я угадал здесь однирка нет однирка тут быть не может однирка может быть здесь четверка значит вот здесь не должны не повторяться так здесь пятерка пятерка тут может быть может быть ну и чего у нас не хватает тройки до тройка тут может быть так здесь будет понятное дело не хватает четверки и здесь не хватает пятерки очень хорошо отлично если разбираться в принципе довольно легкая игра но тут есть здесь 300 целых уровней 100 в простом режиме 100 в сложном и 100 в суперсложном такие вот ну и в целом такие вот игрушки можно конечно ставить и другие игры но как я уже говорил очень сложно передавать файлы на эту игру семенцы вот умеют передавать игры даже по ммс но как я уже говорил там надо подключать всякие услуги и все такое ну что ж такой вот сегодня у нас был телефон мне он достался в очень хорошем состоянии так и внешне так и функционально перед замечательный телефон у меня в коллекции ну и на этом все с вас лайкос подписывайтесь с меня эпичные видосы подписывайтесь также на стримовские каналы чтобы не пропускать прямой филе на группу вконтакте всем пока